В администрации муниципального образования «Северский район» состоялось заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Один из главных вопросов – готовность образовательных организаций к новому учебному году. В большинстве учебных заведений летом успели провести ремонт, но без сложности не обошлось. К сожалению, на сегодняшний день у нас есть два проблемных объекта. Это школа номер 4, здание начальной школы, где ведётся капитальный ремонт здания. Гимназия станицы Азовская – это филиал основного учреждения, который находится в станице Северской. В связи с удорожанием строительного материала, который произошёл в период проведения аукционов, а также временными проблемами в составе строительных конструкций, в настоящее время вносятся коррективы, смертную документацию и данные ремонты будут завершены до конца этого финансового года. О ходе вакцинации в районе доложил главврач Северской ЦРБ Манолис Ананников. Все люди, которые попали под постановление губернатора, которые хотели привиться, на сегодняшний день привились. Сейчас темы вакцинации в Северской районе снизились в разы. Люди, которые не прививаются, они не только, скажем так, на своё усмотрение вызовут именем, но они подвергают риску и всё окружение своё. То есть это крайне эгоистические поступки, которые приводят к тому, что у нас на сегодняшний ковидный госпиталь переполнен. В Краснодарском крае все ковидные госпиталя переполнены. Обсудили также организацию сбора и вывоза мусора на территории района. Есть определённые нормы накопления бытовых отходов, которые нужно соблюдать. Получается, что на одного человека, проживающего, разрешено, это прописано в договоре, который мы подписали, одна ёмкость, то есть один мешок. Если два-три, то, соответственно, вы вставы складываете, в два-три мешка и он вывозится. Очень часто ситуация бывает, что люди, которые не заключили договоры, подкладывают, извините, к своим соседям, к своим мешке. Соответственно, мусоро-борочная компания проживает, у неё есть список заключённых договоров и количество, за которые количество оплачиваемых людей. И видят, если там, извините, пять мешков стоит, один человек проживает, ну, не совсем корректно. Важной темой стала подготовка поселений района к предстоящему отопительному сезону. Особенно остро стоит вопрос введения в эксплуатацию новых котельных, которые ещё не достроены. Готовим план мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса района к осенне-зимнему периоду. Запланированы денежные средства в сумме 68 млн 673 тыс. рублей, в том числе по бюджету. Местный бюджет – 18 млн 300 тыс. Средства предприятий – 6,5 млн. Средства краевого бюджета – 41,5 млн. Дефицит – 2,2 млн. В план мероприятий включены регламентные работы по ремонту котельного оборудования, замену тепловых сетей, а также строительство трёх плочных котельных. В северском поселении – это котельная Запаружская, ельское городское поселение, котельная ГРКК и Животноводов. Докладчик Алина Сиренко отметила, что Управление по координации работы жилищно-коммунального комплекса держит данный вопрос на контроле. Обсудили и документацию для подведения газа к границам домовладений. Много внимания уделили вопросу реализации программы развития сети автодорог Краснодарского края на территории Северского района.